Быстрые займы, деньги за 10 минут, выгодные условия. Такую рекламу сегодня можно увидеть в каждом районе города. В Сочи свою деятельность в микрофинансовой организации начали осуществлять относительно недавно, но уже многих клиентов отправили в долговую яму. Как правило, жертвами коллекторов становятся финансово неграмотные люди, которые ведутся на громкие лозунги и не всматриваются в информацию, написанную мелким шрифтом. А ведь именно там кроется суть деятельности микрофинансовой организации, дающей вам деньги под растущие в геометрической прогрессии проценты. По итогам мониторинга, проведенного специалистами городской администрации, на курорте работают больше 40 таких микрофинансовых организаций, большая часть приезжих. Все, которые с юридическим адресом в городе Сочи, их всего таких 8. Они имеют лицензию, состоят в государственном реестре, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка. Федеральным законом не запрещено, вернее, разрешено привлекать агентов, даже если фирма работает в Тюмени, в Питере и так далее, она имеет право в городе Сочи нанять этого агента, который будет привлекать клады. Работу микрофинансовых организаций контролирует федеральный закон, но они вправе выдавать кредиты или займы под больше, чем в банках процент. Могут также предоставлять услугу лицам, имеющим плохую кредитную историю. Но есть и другой вариант. Наоборот, предлагается вложить свои сбережения по очень выгодный процент. Порой звучат цифры доходность 30-50 процентов, что с точки зрения экономики просто невозможно. В Сочи некоторые такие организации арендуют муниципальные торговые площади, которые предоставлялись исключительно в целях помощи местному бизнесу и для ведения мелкорозничной торговли. Такие действия сочинских предпринимателей неприемлемы, считает Анатолий Пахомов. Это никакой немалый бизнес. Это вы сдали. И вы должны понимать хотя бы морально, что вы творите. Что вы специально сдали, чтобы ваших соседей, ваших малограмотных родственников просто отбирали. Потом у этих родственников ваших начнут забирать их имущество, недвижимость. А вы будете винить власти. А самыми настоящими виновниками являетесь вы. Вы понимаете, кому вы сдали в аренду и какой деятельностью эта организация занимается. Понимать, кому сдавать в аренду помещение, следует и частникам. Мэр подчеркнул, что в Москве уже давно стали жестко контролировать микрофинансовые организации. Их тщательно мониторят правоохранительные органы. По такому же пути намерены пойти и в Сочи. Но прежде всего, пользоваться ли услугами микрофинансовых организаций, должны для себя определить сами жители. Взвесить все за и против быстрого, но в итоге очень дорогого кредита.